Радиоцентр Сангейтс Замечательно, у нас в Чикаго сейчас 8.30 утра, в Таиланде столько же вечера, ну а в Москве 4.30, да, где-то примерно вот середина дня. Ну что ж, о чем же мы сегодня будем говорить? А говорить мы будем на очень, я считаю, интересную тему, во всяком случае она интересна для меня и, надеюсь, для наших радиослушателей. Тема лидической астрологии и питания. И как по нашему астрологической карте можно определить наши желания, наши потребности, вкусовые предпочтения, вообще вопросов очень много интересных. Поэтому начнем прямо сразу. Начнем прямо сразу с такого вопроса. Можно ли по гороскопу определить привычки в питании человека? Да, действительно, это интересная тема. И по гороскопу, по большому счету, можно определить все. И в том числе привычки питания, да. Потому что гороскоп — это такая обширная, ну это универсальная матрица нашей жизни. То есть она включает все аспекты, которые у нас только могут быть в этой жизни. И, конечно, есть такой раздел астрологии, который называется медицинская астрология. И под раздел «Диетология в астрологии». И кто этим интересуется, кто это изучает, те астрологи, конечно, могут давать рекомендации в питании, определять привычки в питании, определять, какие вкусы у человека являются, даже на данный момент, на текущий период, являются важными для него. И почему человек, например, набирает вес или, наоборот, его теряет. Почему вдруг у него появляется желание есть мясо, когда он был много лет вегетарианцем. Или, например, почему у него вдруг изменяется сильно вообще концепция здоровья и питания. Это связано, конечно же, с влиянием планет, с той самой последовательностью, которая у нас предопределена в этой жизни. И мы ей можем пользоваться, себе во благо, конечно же. То есть мы можем знать, какие у нас идут периоды, какие у нас могут возникать предпочтения. И давать себе какие-то рекомендации, либо давать клиентам, которых мы консультируем, эти рекомендации по питанию. Но чтобы вообще как-то к этой теме подойти, мне, конечно, нужно сначала изложить определенные теоретические основы, потому что без них никак, да. То есть мы можем говорить, конечно, что да, это возможно. Но как такое возможно, из чего складываются эти интерпретации? Как планеты могут влиять на наши вкусы? Замечательно. Вот прежде чем мы это начнем, я просто хочу немножко вот как бы разобраться. То есть в принципе, если человек, допустим, ну может быть мы в дальнейшем это откроем, но просто такой вопрос возник у меня. Если человек как бы нездоров и питается не совсем правильно, ну как бы неправильно, опять же, что такое правильно-неправильно, это очень-очень философское понятие. Ну неправильно, наверное, касается того, что касаемо его болезни, что если у него какие-то есть проблемы, ему нужно поменять свою диету, исключить какие-то продукты питания, а другие, например, наоборот, подключить. А вот его планеты говорят о том, что у него как раз вот то, что он ест, это его вкусовые предпочтения по тому, как написано в его карте. То есть, ну может быть мы в процессе это откроем, просто у меня возник такой вопрос, что все-таки делать. Да, действительно, такой вопрос очень резонный, и астрология дает ответ на этот вопрос, вот эта диетическая астрология. На самом деле вкусы должны быть удовлетворены, без этого никуда. Только есть негативный аспект вкуса и позитивный аспект вкуса. Мы не можем вычеркнуть определенные продукты, не заменив их чем-нибудь, не заменив их тем же самым вкусом, только в более позитивном ключе. И поэтому даже когда пытаются сидеть на диетах и что-то убирать, это будут просто качели. То есть мы будем какое-то время себя ограничивать, потом мы будем опять набираться этого вкуса, которого мы себе лишили. И вот к этому я хотела подойти, с этого начать. Какие бывают вкусы и с какими планетами, с какими энергиями они связаны. У нас, как мы знаем, основных планет семь. И у нас вообще это число семь является таким базовым, ключевым для объяснения различных моментов, которые у нас происходят в жизни. То есть, например, у нас есть семь нот, у нас есть семь цветов радуги, также у нас есть семь вкусов. И эти семь вкусов, это как определенная симфония. То есть для человека обязательно испытывать все из этих семи вкусов. Они разные по своему качеству, они разные по своей, так называемой, в кавычках, полезности. Потому что какие-то вкусы мы можем отвергать, считать, что нам это не надо. Например, какой-нибудь едкий вкус или вяжущий вкус. Но все это так или иначе организм будет требовать. Потому что это единая симфония, единая гармония и определенное сочетание вкусов, характерного у человека даже для определенного периода его жизни. То есть какое-то может повышаться предпочтение, какое-то понижаться. Так вот, первый вкус. Я начну с первой планеты Солнца. Первый вкус солнечный, он называется едким вкусом. То есть у него такое странное название. Это не острый вкус, нужно отличать, потому что острый вкус это вкус Марса. А Солнце это даже не вкус. Потому что на санскрите то, что мы называем вкусом, называется словом раса. Раса может переводиться как вкус, но на самом деле это отклик наших органов чувств на состав химического вещества. И эти органы чувств, они могут быть различны. Это не обязательно рецепторы на языке. Так вот, от такого вкуса, как едкий, таких рецепторов на языке для едкого вкуса, которые бы отличались от других рецепторов, их нет. Но это тот вкус, который дает нам ощущение тепла. То есть того солнечного тепла, разогрева наших внутренних органов, разогрева всего в нашем теле. И нам этот вкус обязательно нужен. Опять-таки, здесь я вкус говорю в кавычках, это больше как ощущение. И есть очень природный и очень здоровый аспект вкуса едкого. А есть нездоровый. Так вот, какой здоровый? Здоровый это, например, имбирь. То есть это такие корнеплоды, которые несут энергию солнца, которые несут вот этот едкий вкус. Даже если имбирь положить на руку, то есть намазать, мы ощущаем эту остроту, мы ощущаем вот это тепло. Это имбирь, чеснок, это все, что относится к редису, хрен в том числе. То есть вот такие острые, острые в кавычках, потому что это не перец чили. Это вот корнеплоды, которые содержат вот этот едкий вкус. И он нам нужен для разогрева. Потому что если нам холодно, особенно чем холоднее климат, тем больше организм нуждается в этом солнечном вкусе. А нездоровый аспект этого вкуса, это термически обработанная пища. Ну, нездоровый опять-таки в кавычках, потому что если мы живем на севере, то есть термически, если мы исключаем всю термически обработанную пищу из рациона, нам не хватает этой энергии. То есть нам не хватает горячего в организме. То есть, конечно, если мы живем в тропиках, у нас постоянно солнце, то потребность в этом ощущении, она немного снижается, но она все равно есть. То есть ее невозможно исключить. У нас есть всегда потребность переживать тепло. А если мы говорим о сезонном питании, то, в принципе, имбирь лучше, если опять меняются сезоны, мы живем в таком климате, то имбирь, наверное, лучше использовать больше в зимнее время года, да? Когда холодно. Да, то есть в зимнее время года всегда повышается потребность в этих продуктах. Чеснок считается, с одной стороны, таким продуктом, который отрицается. Особенно в ведической литературе, кто практикует аюрведу, чеснок считается тамасичным продуктом, то есть который нас загоняет в такие вибрации, которые мы хотим избежать. Но на самом деле... Ну не все хотят их избегать. Да, на самом деле ничего плохого в тамасе нет. Это экстренная мера. Тамас – это экстренная мера для исправления какой-либо ситуации. И вообще солнце связано с очищением организма, в том числе и защитой иммунной. И если нам нужно срочно избавиться от каких-то бактерий, срочно простимулировать иммунную систему, то есть чеснок – это лучшее средство для того, что... Если мы регулярно будем потреблять чеснок, причем я тут говорю о сыром чесноке, термически обработанный он уже не такой, он не влияет так, то мы будем постоянно кишечную микрофлору убивать. Какие-то бактерии там, и у нас могут развиться грибки под названием кандида. Вот это дрожжевая инфекция. Это если постоянно, постоянно, каждый день есть по три головки чеснока. То есть все хорошо в меру. Да, и это как природный антибиотик чеснок. Когда у нас возникла ситуация, когда нужно применить такое томасичное очищение, очень оно управданно бывает, то нужно есть чеснок. Ну, имбирь не обладает такими свойствами. Имбирь, в принципе, можно употреблять. Не боясь, да, регулярно. Но опять-таки зависит от души. Тут еще очень все сложно. Да, зависит от самой комплектации, так скажем, какой человек по своей природе. Тема питания, вот сейчас мы начали. Да, конституция. Она настолько сложна, что я в конце подытожу, конечно же. Вот я рекомендую не впадать в крайности. То есть, если вы услышали, что нездоровый аспект солнца – это термически обработанная пища, ну, это не значит, что ее надо резко сразу исключать. Нужно хотя бы дослушать до конца. До выводов. Вторая у нас, второй вкус. Это действительно вкус, для которого у нас есть рецепторы вкусовые. Это соленый вкус, лунный. Луна за него отвечает. И этот вкус есть в природном виде, в листовых овощах. Это натрий хлор, он есть в листовых овощах, в сельдерее очень много, в каких-то корнеплодах. И нездоровый аспект – это поваренная соль. Опять-таки, нездоровый в кавычках – соль нам нужна. Соль нужна. И очень сильно тянет на соленое. Например, у женщины включается луна, когда она беременеет. Да, ее тянет на соленое, потому что нужно образование вод, соленой среды, для того, чтобы плод развивался. То есть, соль нужна. И если человек исключает соль из рациона, то есть, он исключает лунный вкус. То есть, он исключает полностью и не добирает из каких-то его источников других. То есть, это опять-таки стрессовая ситуация. Чего-то нет в этой гармонии, в этой симфонии. Так, дальше. Дальше у нас Марс. Марс, понятно, это острое. Все, что связано еще также с горьким. Острое, даже не острое, а горькое. Потому что острое, оно может быть отнесено к Солнцу тоже. А вот именно горький вкус, горечи, это Марс. И если, ну, Марс это такая экстренная мера. То есть, всегда Марс, эта планета, она сама по себе тамосичная. И она связана с экстренным выбросом адреналина. И вот все горькие и острые продукты, они запускают такой вот стресс для иммунной системы, представляем. Вообще стресс для организма. И в результате этого стресса выбрасывается адреналина, запускаются такие процессы, чтобы там что-то победить. И все вкусы Марса, они для медицинских целей, по большому счету. Даже мы знаем, что все таблетки горькие. Да. Да. То есть, это медицинское такое вмешательство, когда нужно экстренно, срочно что-то поправить в организме. И невозможно все время горечью питаться. То есть, ну, это... Конечно. Но горечь, да, но горечь нужна. Она нужна для того, чтобы чувствовать... Наверное, да, вот перец мы включаем в какие-то чистки, да, организма, какие-то детоксы. Да, вот оно для этого и служит. Это как раз... Да, кстати, Марс работает. Да, одна из планет, которая за детокс, соответственно. Потому что у нас он связан с очень быстрым выбросом чего-то из организма. И перец чили, он находится под управлением Марсом. Он, кстати, вот этот вкус острого перца чили приводит к зависимости. И считается, что после сахара вторая зависимость, наиболее распространенная, это зависимость от перца чили. То есть, от постоянного ожога организма. И в результате этого ожога выбрасывается адреналин. И человек стимулируется, нервная система стимулируется. И вот в восточных странах, или где, в Мексике, там, где очень много этого продукта употребляют, там наблюдается конкретная зависимость людей от перца чили. Да. Вторая после сахарной зависимости считается. А если такое, что, допустим, пита, доши, конституция пита, вот им как бы нельзя использовать, не рекомендуется использовать острые специи, да? А им хочется, им, ну, у меня, во всяком случае, есть такой пример. Это, вот это желание, это, это как бы уже привычка, и от нее надо избавиться быстрее, как бы, ну, постараться над этим поработать. Или все-таки надо удовлетворять. Пока организм позволяет, надо удовлетворять. Но я сейчас скажу, что гороскоп это такая целостная система, и мы можем идти совершенно с противоположного конца. Можно посмотреть, для чего человеку нужен этот стимулянт, пита. Пита предполагает, что человеку нужно много быть в движении. Допустим, у него Марс влияет на его тело физическое, это действительно дает пита-конституцию. Один из вариантов увлечься каким-нибудь спортом, и отпадет желание в стимулянте лечения. Есть острое, окей. Да, то есть мы можем с другой стороны пойти, но никак не реализовывать этот Марс мы не можем. То есть так же, как нам будет хотеться сладкого, это Юпитер, я сейчас скажу. Да, да, да. Но мы можем по-другому увлечься чем-то, и у нас как бы не будет зависимости от сладкого. Сладкое мы все равно будем есть, да, и перец чили все равно можно есть. Но уже не будет такой тотальной зависимости от этого, ну как бы от этого ощущения, потому что ощущение будет приходить еще и с другой стороны. И вот что я хотела сказать еще, это кофе относится к шоколаду. Шоколад это горький вкус, ну сам по себе шоколад без добавления сахара, это горечь. Да, это тоже стимулянт. 95-процентный, да, или 95-процентный, да. Связан с Марсом. Кофе, чай, перец. Черный чай, да, скорее всего. Да, черный чай, да. Ну чай может быть любой, да, конечно. Черный чай, все стимулянты, все, что стимулирует нервную систему. Это относится к Марсу. Здоровые аспекты стимулирования нервной системы, это либо физические упражнения, либо-либо, я подзабыла, какие у нас бывают здоровые стимулирования по Марсу. Горькие листовые овощи, подглядела в твоей записи. Да, это дело известно. Но опять же, тоже увлекаться не нужно, как и всем. То есть это все горечи, но мы много и не съедим горьких листовых овощей. Ну так, типа как листик одуванчика или, по-моему, оругула тоже такого вкуса имеет горький. Да. А дальше у нас Марс, Меркурий возьмем. Давайте возьмем сначала Юпитер, Меркурий под конец. Да, со сладенького. Про сладенькое поговорим. Да, сладенькое, кисленькое, Меркурий под конец. Сладенькое – это Юпитер. И Юпитер, что нам дает в гороскопе набор веса. Если это очень сильный Юпитер, ничем не контролируемый, например, Сатурном, и он связан как-то с телом, то это ярко выраженная Кап Хадоша, это склонность к сахарному диабету, и это неконтролируемый набор веса. И такие гороскопы действительно часто встречаются, особенно у женщин, которые страдают избыточным весом. У них обычно сильный Юпитер. И вот даже по Юпитеру мне приходилось действительно много консультировать и помогает решать проблему, опять-таки, с другого конца. Потому что невозможно женщине отказаться от сладкого. Это нереально. Сладкий вкус является как раз-таки самым большим наркотиком. То есть это самая большая зависимость среди вкусов. И мы не можем жить без сладкого. Вот, кстати, планеты, которые благотворные в гороскопе, это самая большая часть нашего рациона. Это то, что мы едим регулярно. То есть это сладкое, это солёное, Луна, Юпитер. Это ещё будет кислая Венера и Меркурий смешанная. То есть все благодетели планеты, которые считаются, они на повседневном рационе нашем отражены. А вот эти едкие, горькие и ещё вяжущие будут Сатурн, они в маленьких дозах. То есть они такие томасичные вкусы. Что касается Марса особенно. Солнце не постоянно связано, да? Если это не часток. И они используются в экстренных случаях для лечения в основном. Так вот, сладкий вкус, он присутствует практически везде. Что бы мы ни ели, там есть состав сладкого вкуса. Но самый здоровый аспект, это, конечно, фрукты, в которых больше сладости, нежели кислоты. Но все фрукты, так или иначе, они сладко-кислые. Чем слаще фрукт, тем больше он находится под влиянием Юпитера. И чем больше в нём кислоты, тем больше в нём влияние Венеры. А нездоровый аспект Юпитера – это сахар. Ну, сахар, вот этот рафинированный, который, как мы знаем, смерть. И который очень плохо... Белая смерть, да. Да, да. Действует на кишечник, на кишечную микрофлору. Убивает там многие полезные бактерии. И там патогенная возникает микрофлора. И влияет плохо на наше настроение. Действительно, наркотик. Нам нужно ещё больше сахара, чтобы себя чувствовать хорошо. И в результате у нас кишечник недополучает веществ. То есть это такой замкнутый круг. Да, да. Но это всё понятно, что сладкое сахар – это плохо. Да. Но вообще сахар – это хорошо. Это Юпитер. Сладкий вкус. Да, сладкий вкус. Да, сладкий вкус. А белый сахар – это действительно... Его лучше чем-то заменять. И следующее у нас с планеты – это Венера. Венера, как я сказала, кислый. Все кислоты вообще... Всё, что связано с кислотой – это Венера. И здоровый аспект этого вкуса – это кислые. Сладко-кислые, с кислинкой овощи и фрукты. А нездоровый – это уксус, вино. Что ещё может быть кислое у нас? Ну, уксус добавляется буквально во все соусы. Вот этот кислый вкус – это нам всегда нужно испытывать вот это венерианское чувство. Кислое. Это венерианское чувство – это какое чувство? Это чувство блаженства, чувство удовлетворения. Да. Да, вот чисто и сладость – это Юпитер. А если это с кислинкой, то нам это ещё больше нравится. А, интересно. Мы же любим всё это вино. Оно – это продукт. Ну, да. Кисление, поражение. Кто как. Кого-то в какой-то момент наступает, не знаю, во всяком случае, я перестала пить алкоголь после поездок в Бразилию, когда, ну, не знаю, какие-то моменты наступают, что просто алкоголь уже вообще не нужен. Да. Когда мы находим, опять же, когда мы заменяем чем-то другим удовольствием другими, правда? Да, невозможно так просто сказать человеку «отказывайся», не дав ему альтернативы. Всё, да. Альтернативы во внешнем пространстве, где он может это же как-то использовать. И если это не какой-то аскет, который собирается в горы, в монастыре, йог, да, это человек, которому так или иначе нужно вот это вот заземление, вот этот вкус, энергия Венеры. Для женщины она может идти через разные, скажем, специфические процедуры, массаж, ощущения какие-то, да, ну вот, и это может заменить вино. Но на самом деле кислый вкус – это кислые фрукты. И ещё нездоровый аспект кислого вкуса – это незрелые фрукты. Есть в некоторых культурах даже такие традиции употреблять незрелыми фрукты. Ну, например, в Таиланде незрелая манго, то есть это кисленькая такая вот субстанция. Они макают его в перец в чили, ну и получается нечто то, что они любят. Что-то нас угощали в Индии, посыпали солью фрукты. Да, это то же самое. Это, скорее всего, незрелая манго. Также незрелые лимоны, которые дозревают уже не снятые с дерева. Вообще вся незрелость, она считается нездоровым аспектом. То есть она больше… эти кислоты вредят. Ну и вообще зависит, конечно, опять-таки от конституции. Некоторым кислоты вообще противопоказаны, следствие проблем с желудком. Интересный момент. У нас сейчас созревает черная смородина в огороде. Она практически уже готова, но еще надо выбирать ягоды. И вот мне просто нравится выйти в огород и совершенно срывать ягоды. Они часто попадаются и незрелые. Но это как-то… я сейчас только задумывала, что да, это не совсем, наверное, хорошо. Это не совсем природно, конечно, но это особой погоды не сделает. Ну, тем более, что это происходит там так редко. Вот она сейчас созреет, уйдет, и соберем, и все закончится. Да. Так, и у нас остался вот наш Меркурий, о котором стоит отдельно поговорить. Дело в том, что в ведической литературе, аэровидической, ему приписывается вкус смешанный. И изначально в нашей такой медицинской теории западной было четыре вкуса. Вот четыре вкусовых ряда таких, четыре типа вкусовых рецепторов. Это соленое, горькое, сладкое, кислое. А в ведической литературе пять вкусов, то есть из которых различает язык. И Меркурий относили к смешанному. Некому непонятно, что за вкус смешанный. Но дело в том, что наконец-то открыли его, этот смешанный вкус. Он называется умами. Этот вкус, его открыли в 19 веке. Японский исследователь, поэтому он называется по-японски. Умами переводится как приятный вкус. И это тот самый, это те рецепторы, которые реагируют на высокоструктурные белки. Какие-то высокоструктурные белковые образования. И самый распространенный продукт, самый распространенный этот самый белок, это глутамат натрия. И как раз тогда он был открыт, что это действительно вносит какой-то послевкусие, какой-то своеобразный вкус в блюдо. Если туда добавить глутамат натрия, его естественно сейчас везде и добавляют. Это как раз таки нездоровый аспект меркурианского вкуса. А здоровый аспект это сочетание различных вкусов. Вот когда мы комбинируем различные продукты, у нас получается нечто новое. Вот какой-то смешанный вкус, который дает нам тон, определенный тон. И этот тон, он связан с вот этими высокобелковыми структурами. У нас есть определенные рецепторы на языке, которые их чувствуют. И вот люди, которые отказываются от смешивания пищи. Ну есть такие направления в диетологии. Да, раздельное питание, да. Да, ну раздельное питание, окей, раздельное питание там все-таки компонуется. А есть такое, например, есть фрукторианство и отдельное такое радикальное направление фрукторианства и называется моноедение, сыромоноедение. То есть за один прием пищи мы должны съедать только один продукт какой-нибудь. Иначе он... Или один фрукт, вот только этот фрукт или только вот этот орех там или... Да, потом надо какое-то время подождать, он переварится, и тогда нужно следующий. То есть вот так вот, моно. То есть есть такое направление, да. И дело в том, что здесь мы, значит, придаем вот эту нашу потребность в разнообразии, которые определяется Меркурием. То есть мы не удовлетворяем Меркурий, да, таким образом? Мы не удовлетворяем, да. Это именно сочетание продуктов. Когда мы смешиваем салаты, и у нас получается какой-то новый вкус. То есть это здоровый аспект Меркурия. Есть, конечно, неудобоваримые сочетания, и Меркурий за это отвечает. То есть Меркурий в здоровом аспекте – это сочетания, которые удовлетворяют эффекту синергии. То есть в результате сочетания продуктов у нас получается и пищеварение лучше. Есть такие вещи. Да, так, например, мы знаем, что нельзя смешивать молоко, в принципе, с фруктами, ну, особенно, да, хотя делают, да, что это дает такой эффект лактозный. Ну, в общем, да, есть такие общепринятые какие-то понятия. Я думаю, что это интересная привилегия как раз поваров или кулинаров, те, которые учатся этому искусству, да, знать, какие продукты с какими или специями сочетаются, для того, чтобы было действительно вкусно. Да, точно. И вот следующий, последний вкус, который, опять-таки, не является вкусом, который зарегистрирован у нас на языке, то есть там у нас нет рецептора, это, опять-таки, наше ощущение холода. Если солнце было, наше ощущение тепла, то здесь Сатурн – это ощущение холода в пище, в продуктах. И вкус называется, в принципе, вяжущий, но нет таких рецепторов, которые бы реагировали только на вяжущие продукты. Это вкус или раса, так скажем, раса, которая отражает такой химический состав, который заставляет наши органы, наши ткани сжиматься, то есть эффект сжатия происходит. Например, мы знаем, что вяжущие продукты, они противодействуют запорам. Нет, 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 они вызывают их, правильно сказал, они их вызывают. То есть происходит сжатие кишечника, происходит такое определенное зажатие, консервация такая, и это связано с эффектом, за который отвечает Сатурн. И все холодные продукты, и нездоровый аспект Сатурна – это склонность употреблять холодные продукты прямо из холодильника. И вот говорят, что даже если вы берете продукты из холодильника, дайте ему полежать, чтобы он приобрел комнатную температуру, а потом его съедайте. Потому что это увеличивает эффект вот этого нездорового Сатурна. И может привести к несварениям кишечника, к запорам, и метаболизм замедляется через эти продукты. Я думаю, это особенно плохо для ватоконституции, да, если я не ошибаюсь, да? Да, холодные продукты, они еще больше усугубляют баланс ваты. Да. Да, все верно. Действительно, я вообще с детства помню, что я не люблю, я не знаю, как это получилось, или это была привычка, или родители приучили, но я вообще не люблю продукты из холодильника. Они у меня просто не, я не чувствую вкуса, когда продукт холодный. Это интересно, да? Оказывается, это Сатурн влияет. Но иногда питотипом, у которых много огня в организме, им нужно охлаждение, то есть какое-то определенное. Еще вот, например, это такие продукты, как лист малины, он обладает эффектом Сатурна. В положительном аспекте Сатурн немножко расслабляет организм. И вот, когда женщина готовится к родам, мне рекомендуют лист малины для того, чтобы во время схваток раскрывалось лучше. То есть, как бы, шло лучше расслабление. Вот лист малины, это как раз сатурнянский вкус. Все вяжущие вкусы, ну, так или иначе, вяжущие какие-то продукты. Да, это, например, хурма или неспелый банан может обладать качеством, да? Да, да, ну, вяжущие травы, окопник. То есть, это уже конкретно из медицинской астрологии. Можно это все изучать, для себя выписать, какая трава, чем, какой обладает энергией планеты. Вот, где-то у меня было записано. Да, это все настолько глубоко, это можно изучать и применять, и непочатый аспект знаний. Да, очень все интересно. А избыток, если у нас очень много вкуса Сатурна, и у нас Сатурн не очень в карте, то есть у нас есть такие предрасположенности к сатурнянским болезням, то это может вызывать судороги, и вообще судороги, напряжение мышечной системы. Но в самом таком крайнем проявлении Сатурна это паралич, то есть когда тело парализуется. Крайнее проявление Сатурна на тело человека. Да, это уже глубоко. Ну хорошо, тогда пойдем дальше. Пойдем дальше. Как же все-таки формируются вот такие вкусовые предпочтения? Как это связано с астрологией, с планетами? Как это... Да. Да, ну во-первых, биологически, как формируется вкус? Все начинается с нашего детства. Вкус начинает формироваться, когда нас мама кормит грудным молоком, и у нас формируется ферментная система. И зависит от того, что ела мама, да? Да, зависит, конечно. Она передает информацию через молоко о том, к чему ребенку нужно готовиться. И у нее через молоко, у ребенка через молоко начинают вырабатываться определенные ферменты. Уже начинают зачатки пищеварительной системы. Передается та информация о пище, которую нужно будет переваривать. И, кстати, крутое молоко обладает вкусом Меркурия. Вот это с самым вкусом кумами. То есть, вот этот вот вкус высокоорганизованных белков, он связан с грудным молоком. То есть, там сочетание всего, и впервые человек сталкивается с этим вкусом через грудное молоко. И у него, естественно, есть зависимость. Почему у людей, у многих, потом возникает зависимость от глютамата натрия. То есть, если в ресторане добавляют глютамат натрия в еду, то человек идет в этот ресторан. Не знаю этого. В Азии сплошь и рядом, везде глютамат натрия используют в пищевой индустрии и в ресторанах. И еда действительно вкусная. И идет вот... Это еще та память о грудном молоке, которая есть у человека, у каждого. А если мама не кормила грудью, а давали добавки, то у него как бы нету этого ощущения. Именно поэтому, ну, вообще не только поэтому, конечно, рекомендуется кормить грудным молоком. Но как с этим быть? Грудное молоко – это такая субстанция живая. То есть, если мы берем искусственное скармливание, там тоже ничего такого страшного нет. Все формируется рано или поздно. Но дело в том, что через грудное молоко передается гораздо больше информации. И эта информация формирует пищеварительный тракт ребенка. Гораздо быстрее, беспроблемно. А там ему, ну, немножко идет вслепую, пищеварительный тракт. Потому что там есть универсальный набор. Универсальный набор каких-то аминокислот, витаминов. И этот универсальный набор ему дает возможность выжать ребенку. Но у каждого ребенка есть генетическая предрасположенность. И каждый ребенок настроен со своей мамой. И, конечно, если он питается молоком, то молоко уже знает, какую надо информацию давать в соответствии с генетическими предрасположенностями этого ребенка. Потому что ребенок в животе мамы развивался, он все уже это помнит. То есть, это как эта неделимая связь. Это гораздо более выгоднее получается. Ну да, естественно. Ну, я вот не знаю, честно сказать, если был на искусственном скармливании, есть ли там вкус у мамы в смесях? Не знаю, нигде об этом не читала. Вот я читала только, что вот в Википедии точно написано, что грудное молоко содержит вкус у мамы. Да, а в смесь надо подумать. Ну, это неизвестно, добавляют или не добавляют. Может быть, об этом про камкани, которые производят вот эти добавки, может быть, они об этом и знают. В общем, секрет. Не секрет. Ну, можно в любом случае поискать в интернете. Да. И как формируется ферментная система? Потом ребенок начинает пробовать ту пищу, которую ест мама. То есть, и вообще привычки вкусовые закладываются через второй дом гороскопа. Второй дом гороскопа – это питание, это семья, род, бабушки, дедушки, все, кто окружает ребенка во время его детства. Вот как они питаются, такие привычки он будет нести всю свою жизнь. Причем под них, под это питание у него сформируется ферментная система. Если там едят мясо и много мяса, то, соответственно, будет такая пищеварительная система, которая будет уметь переваривать большое количество белка животного. Если там не едят мясо, едят больше молочных продуктов, то будет, соответственно, вырабатываться такие ферменты, которые расщепляют вот эти вот лактазы. И известно, что есть нации, например, восточные, китайские, частично здесь тоже у нас в Таиланде, с лактозой недостаточностью. Не могут переваривать молоко. Да, традиционно, потому что не было молока в питании, в рационе, и у них уже генетически сформированная такая система ферментная, что на молоко не надо никак реагировать. Есть соевое молоко, есть соя, то есть здесь распространено очень соевое молоко. Это большой вопрос, на самом деле. Да. А вот бывают такие случаи, что ребенка в детстве, как бы, ну, не в самом там детстве, когда он уже может есть мясо, когда уже есть зубы, его просто уговаривают, заставляют, что вот ты должен есть мясо, это тебя там укрепит, ты будешь расти большой. Потом этот ребенок подрастает и вообще вспоминает, что он с детства мясо ненавидел, его не хотел и становится вегетарианцем. Это можно как-то связать с астрологией, с гороскопом? Ну, конечно, да. А вообще предпочтения, самые базовые предпочтения в питании, они смотрятся по второму дому гороскопа. Если там идет влияние благотворных планет на этот дом, если нет особого влияния Марса, Марс очень тесно связывает с желанием есть что-то такое мясное, да. Да. И то, если человек находится на определенной стадии эволюции сознания, что тоже, естественно, даже мы не знаем, какая душа пришла, возможно, вот он пришел сюда, чтобы пережить этот опыт, отказаться от мяса. То есть это его личные какие-то, даже, может быть, кармические задачи он к нему принес. И дело в том, что легче отказываться тогда, когда второй дом не нагружен злотворными влияниями. А если он нагружен, то это происходит, даже это может происходить тоже, но только через борьбу. Через борьбу, через... С трудностями, да. Да, с трудностями, через качели. Или такой человек начинает, когда переходит на вегетарианство, он начинает все равно устраивать войну уже с сыноверцами. То есть, ну, видно вот эта вот резкая энергия в доме питания, она все время как-то да проявляется. То есть ему надо повоевать в любом случае, за хорошее, за плохое, за что-нибудь, да, за что-нибудь. Понятно, интересно. Да, хорошо, где мы там остановились? Ну, мы остановились на том, как у нас сформируются привычки в питании. И если мы поняли, как они сформировались, привычки в питании, они всегда связаны с базовыми ценностями человека. Потому что второй дом гороскопа – это базовые установки и ценности человека. И когда они начинают меняться, автоматически это отражается на привычках в питании. Либо наоборот, связь, она в оба конца. Если мы начинаем менять свое питание, нам приходится пересматривать свои базовые ценности. И у нас есть дом гороскопа, сфера жизни, который стоит прямо напротив второго. Это восьмой дом. Дом трансформации, смерти, перерождения. И если мы говорим о питании, то это будет дом голодания. То есть если второй дом – это дом принятия пищи, когда нам хорошо, уютно и вкусно, и мы удовлетворены, обеспечили свою базовую потребность, то в восьмом доме – это трансформация, это отказ от питания. И это желание как-то трансформироваться через отказ от чего-то. Вот такой вот восьмой дом дает, сильный восьмой дом дает человеку умение становиться кем-то другим в этой жизни. То есть наступают определенные периоды, которые связаны с восьмым домом. И если у человека кто-то связан с этим домом Лагнеш, или Лагнеш – это хозяин первого дома, то есть это планета, которая управляет самой личностью и телом человека, то это как раз периоды, когда человек может экспериментировать на почве питания и пытаться переделать себя, потому что все, что находится в восьмом доме, оно всегда отражается на втором. То есть если мы трансформируемся, меняется наше питание. Если мы меняем наше питание, мы трансформируемся. То есть если мы меняем свое сознание, свои мысли, движемся куда-то в каком-то направлении с точки зрения духовности и начинаем заниматься какими-то практиками, это имеет, ой, какой-то огромный смысл имеет. Теперь, понимая вообще-то астрологии, астрологические аспекты этого, это интересно. То есть в принципе, наверное, хорошо бы все-таки увидеть свою астрологическую карту и понять, в какой момент вообще лучше начинать заниматься какими-то изменениями в своей жизни. То есть, понимаешь, внутреннее ощущение, наверное, появляется, что вот пришло время, пришло время там что-то менять, и сознание меняется. То есть нас к этому каким-то образом ведут. Если бы еще вот проверить, да, по карте, то тут вообще бы появилась полная уверенность или того, что делать надо или не надо, и тогда уже двигаться вперед с полной силой. Да, астрологическая карта помогает подтвердить те тенденции, которые вы так уже чувствуете. То есть вы чувствуете, что пришло время. Обычно включается второй дом, хозяин второго дома, период планеты, хозяина второго дома включается, и, как правило, человек начинает экспериментировать с питанием. Если это молодой человек, у которого есть какие-то мысли в голове, он все-таки на каком-то высоком уровне развития находится, у него обязательно начнутся какие-то эксперименты и трансформация этой сферы. Это уже проверено на сотнях примеров. И в каком ключе это надо делать, можно подсказать. И вот, как я сказала, можно вообще даже прогнозировать, в какое время начнутся вкусовые изменения, изменения в том числе в базовых установках у человека. Как с этим быть? И вот я сказала еще о таком примере, когда мы начинаем корректировать питание, начиная вообще не с питанием. То есть человек обращается с проблемой переедания, с проблемой зависимости пищевой. Пищевая зависимость и переедание, это очень часто среди женщин случается, особенно которые пережили роды, и потом занимались долгое время ребенком, и засиделись дома. Вот это типичный контингент, когда они не могут оторваться от холодильника, и вот это еще после грудного вскармливания очень сильная проблема, потому что они вот в этом цикле находятся, питание. Питание себя, питание ребенка, производство молока, и потом у них депрессия, потому что это... Потому что они выглядят не так, как хотелось бы. Да, выглядят не так, как хотелось бы, замучено. И обращаются с проблемой, как снизить вес. Вот снизить вес – это вообще не та цель, от которой надо плясать, потому что это всегда не то, это будет туда-сюда, это будет один, это будет вектор, то в одну сторону, то в другую, то набор, то снижение. Начинать нужно с довольства собой, с чувством самоудовлетворения, и пересмотреть свои базовые установки. А базовые установки, они пересматриваются во втором доме, в питании. Как только пересматриваем базовую установку, сразу идет эффект на питание. И в самом гороскопе можно посмотреть, можно посмотреть вот тот же Юпитер. Я приведу это на конкретном примере. Обращается женщина, у нее большой набор веса, у нее депрессия, и она не знает, как реализовываться. Обычно это все в кучу идет, потому что это всегда взаимосвязано. Когда нет реализации, когда человек засиделся дома, он себя не любит, он себя не уважает, и в зеркало снастся. И скучно, а удовольствие каких-то хочется, чего-нибудь приятненького, и тут начинается то холодильник, то какой-то шкаф, где хранятся. Ну да, все понятно, поехали дальше. Да, и что? И в гороскопе у нее такая связка, что Юпитер стоит в третьем доме, в знаке Венеры в лесах, и там же находится управитель ее тела. И сразу видно, что комплекция у нее совершенно не худенькая, потому что Юпитер рядом стоит, и ничто того не аспектирует, типа Сатурна, либо Марса, чтобы давала ей желание физической активности Марс, а Сатурн все время держит в теле. То есть если есть аспект Сатурна на позиции, связанные с телом, то человек будет все время держать себя в теле. Просто Юпитер — это расплывчатость. Умение расплывчатость до необъятных пределов. То есть хорошего человека должно быть много. Да, это принцип Юпитера. И я предложила начать не с того, чтобы себя ограничивать в сладком. Конечно, Юпитер связан с сладким вкусом, и женщина постоянно заедает пирожными, шоколадом, чем угодно, своей депрессией. А с того, как найти увлечение, которое бы подходило под этот Юпитер в третьем доме. Третий дом — дом рук. И я спросила, не хотела ли она никогда что-нибудь делать руками, даже какое-нибудь любое творчество. Потому что стоит это в знаке Венеры. По-моему, это была Накшатра Читра, связанная с дизайном. И она говорила, что занималась бисероплетением. И вот вроде ей нравилось-нравилось. Но сейчас времени уже нет, и сподзабылась. И это еще очень большой потенциал, вот такое положение, когда Юпитер в третьем, вместе с Лагнешем, с Солнцем, и в знаке творческом весов. Там еще Накшатра есть такая свати. То есть мы все вместе собираем все параметры гороскопа и даем какую-то рекомендацию, что вы отличный коммуникатор, вам надо преподавать, устраивать мастер-классы, мастер-классы по дизайну, по какому-нибудь ручному труду. И вообще надо забыть про то, что вы там что-то переедаете, почувствуя свою ценность и так. То есть мы не от этого будем отталкиваться, как похудеть. Потому что похудеть сама по себе, это не цель. Это средство для достижения какой-то цели. Похудеть непонятно для чего. Чтобы нравиться кому-то, значит не нравишься себе. То есть это постоянное хождение по кругу. И она начала заниматься, вспомнила, по-моему, рисование было какое-то. И все. И когда приходит вдохновение, уже не до еды. Не до этого холодильника. И вот через это, через потенциал, через то, что мне удалось вдохновить человека, вспомнить все свои таланты, и то, что она когда-то все учила, это все не было не зря, потому что сейчас пришло время выйти на новый уровень, с новым пониманием. И женщина с таким положением никогда не будет слишком худенькой. И вот этот стандарт красоты, там 90-60 на 90, просто он и всем подходит. Это нездоровый для некоторых стандарт красоты, который просто... И когда женщина себя принимает такой, какой он есть, ее конституция, это прекрасная полнота, здоровая, без переедания. Да, сладкий вкус, это часть ее жизни. Но это лишь часть ее жизни, потому что у нее есть еще много вкусов. Это вкус общения. Общение преподавательского, потому что это Юпитер. А это заметность, потому что это солнце. И она просто стала лектором. Лектором и проводить действительно мастер-классы какие-то, и заниматься творчеством. То есть вот это... И с диетой уже не было особых проблем. То есть она так же делает и пирожные. Только она... Тоже не волновала ее так сильно, правда. Замечательно. Я думаю, что вот на этой веселой, такой позитивной ноте мы завершим сегодня наш разговор и продолжим... Продолжим в следующий вторник в то же время. Спасибо огромное, Аня. Было очень-очень интересно. И... Пожалуйста, находите Анну. Я думаю, что мы напишем все это на Фейсбуке, где можно найти, как можно заказать консультацию. И обращайтесь к нам на SunGate Radio. Это страница на Фейсбук SunGate Radio. И также веб-сайт sungateradio.com. Будем на связи. И до следующего вторника. Аня, огромное спасибо. Вам тоже спасибо большое за внимание. Да, тоже было очень интересно побеседовать. Счастливо. До встречи. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова